В тетради стоит писать, которую потом задавать будете. Так педагоги поясняют детям, как выполнять работы в новом режиме. Из-за карантина все школы области перешли на дистанционную форму обучения. При этом учебный процесс не пострадал. Любая какая-то нестандартная ситуация позволяет нам обучаться и, соответственно, осваивать новые технологии. И эта ситуация дистанционного обучения позволяет освоить эти новые технологии. В принципе, мы владели технологиями и скайпа, и общения по социальным сетям через мессенджеры. А учителя здесь, получив какие-то рекомендации от администрации лицея, соответственно, освоив эту технологию, совершенствуется в ней. И качество, я думаю, не пострадает от этого. Итак, у нас с вами сегодня Конституция. У нас с вами сегодня первая глава. Людмила Пешкова в педагогике 30 лет. На ее практике уже было общение с учениками через интернет. Однако сейчас, когда технологии становятся все совершеннее день ото дня, приходится все время учиться и ей. Но и с этим сложностей не возникает. Учитель разработала программу урока, записала видео с теорией и вопросами по ней. После просмотра ученики должны выполнить все задания. Далее совместное обсуждение в режиме онлайн-чата. У меня устный предмет. Он требует разъяснения некоторых вещей. Сейчас мы здесь работаем по праву на Конституции, работаем на документе. И поэтому, например, мы взяли первую главу Конституции. Я ее по главам конкретно, по статьям им прокомментировала и составила задание. Мы совершенствуемся. Это такой уровень. Шаг вперед. Дистанционная форма не уступает по дисциплине очному обучению. Контролируется и посещение, и успеваемость. Отставания от учебной программы нет. Поэтому и на весенние каникулы самарские школьники уйдут вовремя. Учебный процесс у нас не прерывается. Учебный план будет выполнен полностью в 100% объеме. У нас также сохраняется и форма и тестирования, изучения нового материала, защита проектов. Учебный процесс не прерывается. Он только перейден на другую форму учения. Всего в Самаре 145 тысяч школьников городской департамент образования мониторит учебные процессы во всех школах и лицеях. Дистанционно проходят занятия в кружках и секциях, где это возможно. Учреждения дополнительного образования тоже осваивают обучение онлайн. Мария Левина, Николай Епифанов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова